в общем снова здравствуйте дорогие друзья сегодня мы также также продолжаем играть на техас rp первый единственный сервер вроде как недавно открылся неделю полторы-две назад и я сразу скажу что ну на самом деле пока не такой уж и хороший релиз то есть я скажу так сервер где-то наверное в стадии ранней альфы потому что здесь очень много недоработок и очень много чего нужно делать так ну в этом ролике я наверное вам расскажу и покажу что здесь за фракции точнее про одну фракцию и конкретно это у нас фракция армия что здесь есть и так далее здесь есть у нас рабочий день до можно начать рабочий день пока что пока что такая форма не скажу что кайфовая но они не наверное просто так добавили чтобы она хотя бы какая-то форма была но на самом деле такая себе да но не будем ничего критиковать потому что это так скажем альфа да и много нужно будет дорабатывать так я у меня второй ранг мне доступно холодное оружие это нож и полицейская дубинка и патроны я думаю патроны мне пока не нужны зачем не патроны когда у меня нет оружия так пройдем дальше здесь у нас но это по сути штаб то что приспавлен для военных так нас тут генерал где-то стоял уехал скорее всего вот так вот у нас выглядит это всем в принципе это стандартная база gta 5 так у нас первой тачки это полицейские кто это у нас range парк рейнджер на это короче когда ты получается сюда остановишься и зависаешь короче ну классно кстати классно тут еще есть автопарк он огромный но что-то мне кажется вот дать сначала сюда сходим потом в левую сторону и посмотрим что за техника там здесь очень много грузовиков так как на сервере работает система доставки боеприпасов то есть у военных также будет возможность доставлять боеприпасы получается полицейским здесь кстати несколько департаментов по несколько 2 lspd вот тут находится и лссд получается лосантос шериф департамент он находится у нас вот здесь не особая конечно города знаю вот этот я не помню как называется день можно посмотреть нет вот и сюда можно доставлять насчет медиков я точно не могу сказать доставляем ли мы им медикаменты или нет вот этого я точно не могу сказать очень грузовиков здесь просто достаточно если все взять да все зависит от онлайна края конечно все взять наполнить боеприпасами и развозить куда надо наполняются боеприпасы у нас в доке по моему вот здесь красный значок до боеприпасы получается в основном в основном в каждую машину получается можно загрузить четыре ящика четыре ящика я только не знаю какое количество боеприпасов в этих четырех ящиках как то так а есть что-то типа похоже на бтр или даже скорее всего брдм и нашего даже русского так скажем чем-то похоже очень классные машины я катался на них уже здесь но на самом деле башни не работают либо работает и когда сидит наверное скорее всего второй игрок и управляет этой башней но точно не могу сказать может быть это не так вот . доставки боеприпаса вы получается берете ящик и доставляете в эту точку конечно я бы сделал так что типа поставить эту точку где нибудь у какого-нибудь склада например вот вдалеке какие-то гаражи стоят вот в той стороне и сделать точку именно там ну около ангара например чтобы это как-то смотрелось более эстетично как то так так дальше автопарк у нас обычные джипы военные такого цвета пустыни мы же типа как техас а техас там такой себе пустыня типа и так далее вроде бы если могу ошибаться с географиями конечно не особо хорошо вот как то так вот есть вот такие внедорожные джипы кстати охеренно смотрится по внедорожной по внедорожью кататься будет очень даже классные какие-то рапешки проводить в лесу там стрельбы охоты и так далее но впрочем можно найти знаете вот эти вот конечно мне не очень нравится тоже типа внедорожные сделаны но они какие-то тесноватые узкие что ли ну блин мне не нравится вот как вам я не знаю что пишите в комментариях по этому поводу дальше у нас типа будет подразделение что-то типа военной полиции и нам поставили или как-то или это просто так поставили два фбишных или это чё или это полицейские в любом случае тачки то есть их можно по сути перекрашивать вот одну перекрасили и затонировали диски поставили по моему даст не да не нестандартные диски затюнили как не знаю как колхоз не колхоз но кстати она прикольно выглядит неплохо и вот обычная стандартная которая системно нам поставили да вот с таким окрасом принципе неплохо для военных нормально вот такие вот два джипа один уже уехал по сути и вот этот блин тоже классные но я честно говоря не особо такие джипы и люблю я любитель вот вот такие вот легковые машины мне не как-то более поспокойные так стоят инсургенты не знаю для чего но блин тоже кайф но я тоже не люблю инсургенты вообще не люблю джипы пущим бред с этими джипами хотя мы армия нам как раз таки такая техника и нужно я на самом деле не видел здесь танков хотя бы танка 2 добавили бы было бы неплохо это все-таки военная база военная дивизия так скажем здесь должно быть несколько подразделений тут как и взлетная полоса есть то получается летная часть как и броневики есть да там например пехота какая-то и танки например танковые войска здесь у нас стоят обычные учебные истребители которые доступны по моему с сержанта это наверное единственные самолеты на с 3 4 ранга они не боевые они без всяких пушек то есть просто выполняешь учебные полеты и занимаешься ну в принципе клавифицируешься себя как летчика да вот их тут три штуки стоит принципе ничего особенного я думал может быть какие-то будут гидры здесь но гидры пока не добавили стоят 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 вертолеты а с левой стороны с левой стороны стоит в ангаре генеральский самолетка в котором можно будет летать в командировке возить перевозить и нашего генерала и все прочее прочее начальство в принципе неплохо выглядит такого же типа военного цвета но правда я не любитель самолетов с турбодвигателями по мне таки если военные то лучше делать турбовинтовые или просто винтовые двигатели так стоит не знаю как этот вертолет называется короче который магните перевозит там тачки воруют да я не помню ну пусть будет тут написано что марина с вот пусть будет марина с двух винтовой вертолет очень классный вертолет кстати летал на таком не в реальной жизни конечно стоит апач ну как американская армия без апачей конечно крутой тоже вертолет по-моему доступен столь из майора то ли с капитана не знаю точно точно не скажу стоит 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 кто у нас еще стоит тоже боевой пассажирский военный вертолет с мини гаммами ну как видите им кстати очень классно тут какая-то тёлка до тёлка в шлеме так он ком и тейкет или как я неправильно как-то блять не английский конечно не фонтан дальше дальше стоит 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 тоже боевой мини вертолет ну такой себе так а чё у него пулеметы стоят да у него стоят мини ганы и ракеты то есть такой вот этот вертолет по моему генеральский тоже только в него может генерал сесть или там майор короче предпоследний ранг по моему 14-15 ранг то есть ничего недоступно для офицеров чуть пониже так скажем и стоит всеми вам знакомый ми-24 по моему или ми-28 ми-24 по моему за вертолет больше советский да я не видел вроде да советский наш вертолет стоит только я не понимаю почему он с американским флагом он там одна но мы же типа в америке все понятно тоже вот с ракетами самый на по моему самый даже классный вертолет вообще который есть в гташке это вот это тут как раз таки он ракетами неплохо стреляет и мини ган стоит так в том ангаре нету ничего я надеюсь будет какой-нибудь грузовой винтовой самолет вы поняли да как у меня большой такой грузовой очень классный вертолет так ребята ну наверно как-то так а вон кстати вон гидры стоят только не помню с каких они рангов может быть точение гидры гидры по моему по-другому выглядит вот эти как раз таки я сюда не бегал я их не видел вот эти вот самолетики давай-ка проверим с какого они ранга щас и залезай давай тоже классный самолет у меня не больше кстати нравится чем гидры так генерал армии я почему-то вообще не понимаю почему генерал армии только может управлять а если например какие-то боевые действия а у нас же только один генерал и с этим ничего не поделаешь очень классный самолет на самом деле тут баки до стоят у него баки ракеты истребитель так ну вот теперь в принципе все больше ничего нету в этой армии я надеюсь в дальнейшем обновлениях нам завезут хотя бы какие-то новые скины или там одежду да потому что то мы выглядим как немножко пляжные колхозники в какой-то майке в шортах и в городском синим камуфляже да ну немножко конечно неправильно но он сразу скажу что это так скажем для меня это альфа версия и они потихонечку потихонечку устраняют баги дополняют и обновляют там постоянно магазины и убирают ошибки и так далее в общем как-то так ребята в общем кто хочет поиграть все ссылочки и айпи адресе оставлю в описании также у меня будет промо код регистрируйтесь под моим промо кодом получайте плюшечки для начала и всем удачи всем спасибо всем пока пока